Звезды для малышей. Грандиозный благотворительный концерт в поддержку детской больницы соберет на одной сцене самых топовых артистов шоу-биза. Все подробности мегапроекта уже буквально через минуту. Главные итоги уходящих 7 дней подведен прямо сейчас. Я Вадим Щеглов и вот о чем еще расскажем сегодня. Награды нашли героев. Спасибо вам за ваш труд. В городе отметили всех, без кого немыслимо культурная столица. Новый инвестор или еще один город по братим. Бобруйск посетил чрезвычайный и полномочный посол Швеции. О совместной работе и планах сотрудничества на перспективу. Ангелина Дюгун. Неут за поведение. Курсанты и рядовые, сержанты и прапорщики начали, как в том анекдоте, хулиганить дисциплины. Что происходит сегодня в белорусской армии? Наш обозреватель Александр Казак заглянул за КПП. От кандидатов народные избранники в городе распределили мандаты и стали известны имена депутатов нового горсовета. С представителями законодательной власти пообщалась Елена Кутозова. Также в этом выпуске биткоины с помощью АЭС в Беларуси построят первый завод по производству майнинг-оборудования. И вместо мела и указки после очередного теракта в школе президент США предложил выдавать учителям оружие. Что из этого выйдет? Скандинавия все ближе. А что мы знаем, допустим, о той же Швеции? Вот лишь несколько занимательных фактов. Шведские ученые и писатели становились лауреатами Нобелевской премии 30 раз. Родина знаменитой Икеи, страна с наибольшим количеством Макдональдсов и рекордным количеством ядерных реакторов. Их более 10. Теперь, впрочем, появляется шанс узнать далекую страну еще лучше. На днях город посетила чрезвычайный и полномочный посол Швеции. Можно ли уже говорить о побратимстве? Что нас связывает и какой бюджет реального портфеля инвестиций? Ангелина Дикун обратила внимание на самое важное. Посещение города по плану у Кристины Юханнеса ассоциировалось с формальными переговорами и знакомством с ключевыми объектами инфраструктуры. Но особый склад души Бобручана внес все же свои коррективы. После встречи с главным бизнес-партнером, открытым акционерным обществом Белшина, чью продукцию шведы охотно покупают уже много лет, дипломат направилась на красный пищевик. Ребрышки. Ничего страшного? Ого. Роль кондитера посол примерила на себя впервые. Как позже призналась, такой сладости в Швеции нет. Но, как заверила, при возможности ее земляки мимо этого продукта точно не прошли бы. Иногда мы думаем, что может это зависит от климата, что у нас много темных дней, у нас действительно едят очень много сладкого. Хорошо ли это? Плохо? Всегда нужно себе позволить, мне кажется, сладкое. Я сама страшная сладкоежка боюсь. Бобручские сладости уже завоевали почти все континенты, но вот до Скандинавии не добрались. В отличие от фанеры, она в прямом смысле слова облетела весь мир. Но шведы предпочли мебель из массива. Торговая сеть Юск в 2018-м даже просила увеличить объемы минимум в 7 раз. Есть намерение у Фондока и вернуться в Икеа. Европейский рынок, он более, скажем, практичный, предпочитает более практичную мебель, которая чаще меняется, но она более экологична. Российский потребитель предпочитает более дорогую мебель, более изысканную, поэтому это, скорее всего, дуб. В целом, внешнее торговое сотрудничество Белоруссии и Швеции носит давний характер. Среди импортеров Белшина, Оазисгрупп, Бобруйск мебель. А коллеги из Скандинавии предпочитают сельхозшины и топливную древесину. Город заинтересован и в совместных проектах, и готов предоставить преференции инвестору. Амбициозное предложение на встречу с послом озвучил и градоначальник. Не секрет, что Бобруйск уже давно ищет инвестора для строительства мусороперерабатывающего завода. Как было отмечено в беседе, сырья в городе хватит на 30 лет работы предприятия. Вопросы двустороннего сотрудничества в экономике, культуре и туризме делегация с руководством города обсуждала за круглым столом. Госпожа посол призналась, в Швеции о Беларуси знают немного. И тем не менее, есть целый ряд успешных проектов. У нас здесь работают уже несколько шведских компаний в области. Были еще социальные проекты, раньше еще и опыт еще остается. Есть культурные контакты. Скандинавские коллеги заверили, все идеи они не просто возьмут на карандаш, а начнут прорабатывать уже в ближайшие дни. Александр Студнев предложил подвести итоги встречи 18 апреля. И не случайно, в эту дату в Бобруйске пройдет футбольный матч посольских команд. Ангелина Дикун, Иван Боровой, Дмитрий Шевцов, Щеглов, Итоги. Реконструкция века. Городская детская больница в ожидании грандиозного апгрейда. К благотворительному марафону, помимо самих горожан, подключаются и знаменитости. На днях медучреждение посетил Руслана Лехно. Визит не ограничился прогулками по больничным коридорам и палатам. Артист намерен внести и свою лепту в общее дело. Невзирая на географический препон, певец живет и работает в России, и от проблем малой родины в стороне не остается. Так что же задумал именитый земляк? Евгений Шилов уточнил из первых уст. Снежный февральский вечер. Рутину этого детского стационара в самом центре Бобруйска, как гром среди ясного неба, внезапно нарушит один визит. В коридорах наперебой ликующий смех с шушуканьем медсестеры-санитарок. А Лехно приехал. Здравствуйте. Артист, мелькающий все чаще в светской хронике московского бомонда, в родном городе бывает наездами. В прошлый раз его видели в масштабном праздновании Дня независимости в Бобруйск-арене. Финалист народного артиста. Необыкновенная, ласковая, нежная. И представитель Беларуси на Евровидении 2008. Старописка, бэйби, I'm gonna miss you, maybe. Задумал еще один грандиозный проект. Певец собирает целый десант звезд российского и белорусского шоу-биза. Топовые исполнители приедут в Бобруйск с одной лишь целью – собрать недостающие средства на реконструкцию детской больницы. Ради благого дела они готовы поступить со строгими райдерами и забыть про гонорары. На сегодняшний день дали свое согласие на участие в концерте телемарафона. По зову сердца всем миром – Диана Гурцкая, Денис Кля, Регене Кругуровой. Значит, Анатолий Иванович Ермоленко, Дима Колдун, Настя Стоцкая, Эдуард Шульжевский, Лолита Банкапа. Еще точный ответ не дала. Теоретически она будет. Медучреждение пребывает в плачевном состоянии уже не первый год. Неприглядный фасад, изношенные коммуникации, старые палаты. Начало грандиозной реконструкции по закону предвосхищает этап согласования и составление проектно-сметной документации, что тоже стоит денег. Впрочем, эту работу руководство больницы закончило. Теперь самое время приступать к ремонту. Будут меняться коммуникации, будут меняться палаты, будут меняться оснащения в этих палатах, будут душевые кабины планируются в палатах, уменьшится количество пациентов в палатах и родителей. Ну, скучности такой не будет. Построенное в 1963 году, внешне здание никак не поменялось. Внутри, конечно, не все так плохо, но до уровня 21 века явно не дотягивает. Первый клич помощи менеджмент лечебницы бросил осенью 17-го. Тогда, благодаря тысячам небезразличных горожан и беспрецедентному по размаху проекту, удалось собрать более 170 тысяч рублей. Акция прошла при поддержке Zephyr FM, а завершилась масштабным опен-эйром. На концерт приехали Алексей Хлистов, Георгий Колдун и дядя Ваня. Не остались в стороне и городские коллективы Шинанай, Росс и Скайнет. Но я, я остаюсь там, где мне хочется быть. Реконструкция по подсчетам специалистов обойдется в 8 миллионов. На эти деньги планируют и капитальный ремонт с заменой всех инженерных сетей, и закупку нового спецоборудования, и мебели, и реанимобиля. Сумма для города неподъемная. Помимо того, что это будет концерт, это будет еще съемка телевизионная. И, скорее всего, это будет прямой эфир, и это будет смс-голосование, потому что все-таки сумма, которую необходимо собрать, она не маленькая. Второй этап марафона, теперь, правда, с важным дополнением в названии «По зову сердца всем миром» пройдет при поддержке городских властей, иностранных дип-представительств, белтелерадиокомпаний, медиахолдинга, бабуиска, жильтё и звезд российского и белорусского шоу-бизнеса первого эшелона. Когда идет речь о детях, которые нуждаются в помощи взрослых, а тем более известных состоятельных людей, в данном случае артистов, то никогда даже не возникает мысли сказать слово «нет». Мне позвонил Руслан, и я предложил провести любое благородное дело, мы всегда с удовольствием и отвлекаемся. Безусловно, для Едви Константиновны и для всех артистов, которые будут принимать участие в этой акции, это всегда возможность с помощью той профессии, тех талантов, которые дал тебе Бог, помочь тем, кто нуждается в этой помощи. Анатолий Ермоленко, Александр Солодуха, Дмитрий Колдун, Едвига Поплавская выйдут на сцену Бобруйск-Арены в компании «Лолиты», Дианы Гурцкой, Анастасии Стоцкой, Дениса Клявера, Юлии Михальчик. И со слов организаторов, это далеко не весь список. Все до копейки собранные деньги перечислят на счет больницы. Концерт намечен на 18 апреля. Мы очень хотим, чтобы в течение двух лет, чтобы это все состоялось. Мы очень хотим. Реконструкцию больницы уже включили в областной бюджет на 2018-й. Организаторы марафона и руководство медучреждения с помощью этих средств и доходов от концерта рассчитывают завершить долгожданную реконструкцию и воплотить мечту каждого из маленьких пациентов. Помогать не стыдно. Счастье зыбка, как весен, но сбываются мечты, Если рядом я и ты, если рядом я и ты. Евгений Шилов, Владимир Гребеневич, Дмитрий Шевцов, Щеглов. Итоги. О предстоящем грандиозном благотворительном концерте мы на неделе поговорили с Русланом Олехно. Вот фрагмент этого интервью. Как вообще пришла идея благотворительного марафона? Идея пришла после того, как в какой-то период времени мне стали поступать письма. Порядка 5-6 человек. Одна и та же проблема. Возникла какая идея? Обращались за помощью в финансовую помощь. Финансовая помощь не решит той проблемы, которая есть у этой больницы. И вот совместно там посоветовавшись и подумав с коллегами, как можно бы было это сделать, оказать эту помощь. И вот пришла такая идея сделать концерт, благотворительный концерт в городе, вот в Ледовой арене, в Бабрисской арене. Достаточно много артистов. Как вообще отреагировали на участие, принять участие в этом марафоне? Хочу заметить, что все понимают, что это безвозмездное участие в проекте, потому что все-таки носит гуманитарный характер. Вопросов не возникало. То есть каждый подтвердил мгновенно свое участие. То есть не брав паузу на рассмотрение графиков, не брав паузу на какие-то другие моменты. Поэтому я думаю, что это не окончательный список артистов, которые будут принимать участие в этом проекте. Все-таки хочется внести такой вклад. И совместно не только, понимаете, я и мои коллеги-артисты, это все-таки совместно и с Баблийским горе-сполкомом, лично с председателем, со всеми службами города. В том числе и ваша поддержка очень важна для меня. Я надеюсь, что максимально в этот проект будут включены все силы, все желания всех людей, и у нас все получится совместно. Ну и само название. Всем миром, приставка по зову сердца, всем миром, значит, все вместе, никто не должен остаться в стороне. Да, безусловно, это так. И я могу сказать о том, что в день проведения концерта, концерта-марафона, а именно это 18 апреля, на сегодняшний день уже проведены переговоры для того, чтобы сделать такой один, может быть, два футбольных матча. Первый матч с участием сборной послов мира, тех, кто аккредитован на территории Республики Беларусь, против команды председателя города Бобруйска, представитель города Борисполкома. Скажите, а вот в этом году, вы знаете, год Малой Родины в стране, и глава государства, анонсируя вот этот год, сказал о том, что все люди, которые выходцы, у кого кто-то из деревни, кто-то из небольшого райцентра, кто-то из города, кто волей у судьбы оказался за рубежом, но помнит о Малой Родине, помнит о том месте, где родился и вырос, помогает. Это вас подтолкнуло, или все-таки это больше, скажем так, в целом отношение к детям и к проблемам детского здоровья? Вы знаете, это в первую очередь отношение, собственно говоря, моя позиция по жизни. Ведь когда мы планировали этот проект, это было еще в 2017 году, а год объявлен в 2018 году. И здесь, конечно, сечение обстоятельств. Да, здесь можно сделать, конечно же, и акцент на этом, и это, безусловно, не может меня не радовать, как уроженца города Бобруйска. Но, понимаете, как проживая там на территории другой страны в России, я по сегодняшнему день являюсь гражданином Республики Беларусь, это первое. И второй момент. Ведь, понимаете, как своим трудом я все равно несу культуру и ценности нашей страны за ее пределами. Вы знаете, это некий такой, как бы, стимул. Я думаю, что вот после объявления главы государства вот этой, в 2018 году, года Малой Родины, то здесь, конечно, еще и, так сказать, больше придается какой-то, может быть, уверенности в том, что действительно мы проект с совместными силами сделаем и достигнем той цели, которая поставлена. 18 апреля, 18.00, Ледовый дворец, Бобруйск, Арена, всех приглашаете. Как любит говорить Саша Салдуха, 18-й год. Руслан, всех приглашают, да. Я благодарю вас за интервью, спасибо за интересное. Большое вам спасибо за уделенное время и спасибо за то, что пригласили. Спасибо. На неделе подвели итог еще одной масштабной акции. Ею город жил целый год. На большой светской церемонии наградили тех, без кого немыслимо, грандиозная акция Бобруйск, культурная столица. Главных героев года со сцены чествовали первые лица области и города. Многие участники мегапроекта оставались за кадром и вот, наконец, предстали перед широкой публикой. В театре Дунина Марцинкевича для гостей организовали такой портал в мир творчества. Высокая делегация ознакомилась с богатыми экспозициями и вспомнила незабываемые моменты 2017-го. Главное, что после этого проекта застанется в сердце, в душах Жихарова Бобруйска. Это безумовно повага до богатых историй и традиций города на Березине. Это гонор за своих земляков. Грандиозный концерт на этот раз был в честь тех, кто на протяжении года сам создавал праздник в городе. Им же были адресованы слова благодарности и признательности за вклад в общее дело лично подвел к черту республиканской акции мэр города Александр Студнев. Браво всем вам и спасибо вам за ваш труд. За год Бобруйск сразу принял три ярких международных форума «Венок дружбы», «Арджижель», фестиваль национальной драматургии и еще под сотню других проектов. Сейчас статус культурной столицы Беларусы, напомню, передан «Новополоцку». Майнинг рядом, газовый тариф больше не будет прыгать, а инфляция достигла исторического рекорда. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков страны. Единый тариф на газ зимой и летом предлагают ввести в Беларуси. С такой инициативой выступил гендиректор Белтопгаза. Это станет дополнительным шагом для сокращения перекрестного субсидирования. Что это значит? Сейчас те, у кого нет горячего центрального водоснабжения и отопления, устанавливают котлы. Зимой эти люди платят за газ по более низкому тарифу, а летом по более высокому. Так вот, в Белтопгаз предлагают эти тарифы сравнять. Кроме того, в нашей стране около 150 тысяч домов, которые пользуются голубым топливом в баллонах. При этом зачастую рядом есть действующие газопроводы. Поэтому Белтопгаз и предлагает ввести дифференцированную стоимость для тех, кто не может провести газ в дом и для тех, кто не хочет. И снова исторический минимум. В январе инфляция в Беларуси достигла рекордно низкого уровня в 4,5%. По прогнозу Национального банка на такой показатель страна должна была выйти только через два года. Вместе с тем низкая инфляция существенно не отражается на ценах в стране. По данным регулятора в 2017 уровень инфляции в Беларуси составил 4,9%. Однако в ноябре прошлого года согласно исследованию Национального банка годовой уровень инфляции ощущался населением в районе 13%. Планы на этот год рост цен не больше, чем на 6%. Завод по производству майнинг оборудования может появиться в Беларуси. Его строительство в индустриальном парке Великий Камень анонсировал российский IT-предприниматель и владелец компании Radius Group Дмитрий Мареничев. Это будет замкнутый цикл, то есть и производство печатных плат, и сборка конечных устройств. Предприниматель заявляет, его компания единственная в мире производящая системы двойного назначения, утилизация тепла от процессорных мощностей и его направление на благие дела, к примеру, на обогрев домов и квартир. Сейчас проект создания завода на стадии разработки. Ну а мы продолжаем. Далее в итогах. Эхо трагедии. Верю, будет порядок в наших войсках. Почему президент снова вернулся к наболевшему и что думает по этому поводу наш обозреватель Александр Казак? Послушаем. После гонки. Большой выбор, большой шаг. Выборы прошли, сессии впереди. Кто они, будущие депутаты? Познакомимся. И золото на прощание. Белорусская сборная в последние дни Олимпиады взяла еще одну медаль высшей пробы. У белорусов нет желания брать в руки оружие, но мы готовы защитить свою землю. Эти слова главы государства, прозвучавшие на торжественном собрании по случаю столетия вооруженных сил Беларуси, стали, пожалуй, самыми цитируемыми на этой неделе. Одно из приоритетных направлений, конечно, развитие самой армии и оснащение ее суперсовременным оружием. Это что касается техники, улучшение дисциплины и климата в коллективе, то, что затрагивает людей. Недаром недели ранее белорусский лидер провел расширенное заседание Совбеза, где вновь звучала тема армейского порядка. Президент еще раз призвал отказаться от формализма в работе и все же попытаться рассмотреть личностей в личном составе. Не ждать, пока грянет гром, это, пожалуй, главный лейтмотив. Он безошибочно читается в официальных речах. Наш обозреватель Александр Казак тоже проникся темой. Вот его комментарии со специй на злобу дня. Разрешите доложить. Срочную военную службу проходил в мотослелковом учебном полку в мае-октябре 1972 года. За время пребывания в учебном подразделении происшествий не случилось. Курс по программе подготовки командировой экипажей боевых машин пехоты прошел полностью с присвоением звания сержанта и выдачей соответствующих удостоверений. Для продолжения службы был направлен в Туркестанский военный округ, где был назначен командиром отделения мотострелковой роты. Вспомнил дела давно минувших дней и подумал, а как служится нынешним защитником Родины? Конечно, это случайное совпадение, что мой армейский путь начинался, пиратная биография многих парней сейчас пишется в легендарных печах, тем острее ощущаешь происшедшее там перемен. Особенно в свете всколыхнувшей страну в минувшем году трагедии с рядовым Александром Коржичем. Многие мои ровесники просто не верят, что в мое время в печенской учебке не было никакой дедовщины. Из своего опыта утверждаю, неуставные отношения проявлялись лишь в выполнении команды от бой до полного укладывания не только в кровать, но и в норматив. Жесткое же отношение инструкторов к курсантам отражалось в их счете твоих отжиманий в спортгородке, правда громком и принародном, что максималистской юношеской головой воспринималось как некое насилие над личностью. Но это все тогда называлось воинской дисциплиной. И что произошло через годы? Курсанты, рядовые, сержанты и прапорщики начали, как в том анекдоте, хулиганить дисциплиной. А что, питание нынче в армии почти как дома, на выходные в увольнение домой можно приехать практически из любой точки. Для продолжения службы после учебки не надо ехать за тысячи километров от дома. То есть, декларировавшихся когда-то тягот и лишений становится все меньше. Вот наиболее энергонасыщенные бойцы придумывают трудности, которые предлагают преодолевать более слабым сослуживцам. И ставят это развлечение на коммерческую основу. Новое поколение суть, плод развития общества, потребления и рыночных отношений, как сказал бы философ. Но государство не может мудрствовать лукаво, когда речь идет о составляющих безопасности страны. Закономерно белорусский лидер, имея в виду и печенскую трагедию, недавно жестко заявил об упущении вопросов работы с личным составом вооруженных силах. И также закономерно министр обороны задачи укрепления воинской дисциплины и порядка воспринял как руководство к действию. Верю, будет порядок в наших войсках, ведь незабытые в них четкие формулировки есть, так точно никак нет. Выбрали. В конце минувшей недели финишировала главная политическое событие года депутатская гонка. Позади остались выступления, сами выборы, долгожданный мандат. Впереди большая ответственная работа, цель которой услышать каждого, кто в этом нуждается. Народные избранники уже вовсю вникают в дела, а Елена Кутузова попыталась понять, кто они такие и какие цели поставили. Ровно три месяца прошло со старта избирательной кампании. Сначала в Бобруйске образовался сам избирком, и члены комиссии определились были сформированы окружные комиссии и потенциальные депутаты выдвинули свои кандидатуры после регистрации инициативных групп, сбор подписей, митинги и пикеты. В период активной агитации окружным комиссиям выдали бюллетени, затем в Бобруйске открылись участки для досрочного голосования, а 18 февраля все горожане отправились на свои избирательные участки, выполнили гражданский долг мэр города и именитые спортсмены, ветераны войны, труда и те, кто делал выбор впервые. Отдали свои голоса за кандидатов 128 751 человек из почти 163,5 тысяч. Самое большое, что может быть, глупость, это когда человек что-то хочет, но в то же время он не приходит на участки для голосования, потому что каждый человек, я считаю, должен прийти, должен проголосовать за того или иного депутата. В целом же явка по стране превысила 77 процентов, в Могилевской области 82, а в Бобруйске эта цифра достигла почти 79 процентов. Главное политическое событие года вызвало большой интерес не только у самих кандидатов, но и у наблюдателей. Именно они следили за тем, чтобы все было по букве закона. Каждый избиратель, который приходил на этот участок, предъявлял паспорт избирательной комиссии. Избирательная комиссия, она проверяла прописку и выдавала по прописке им бюллетень. Апогей всеизбирательной кампании наступил ровно в 20.00 18 февраля. В этот момент синхронно по всей стране закрылись участки для голосования. Но работа комиссии закипела еще больше. Перед вскрытием урн погасили неиспользованные бюллетени и наступила самая волнительная часть. Выбрасываем. После подсчета каждый бюллетень отсортировали по группам и кандидатам. Затем протокол с итоговыми цифрами отвезли в окружные комиссии. Там работа продолжилась до глубокой ночи. А 19 февраля избирком провел заседание, чтобы подвести предварительные итоги. Наконец, стали известны имена депутатов 28-го созыва. За каждой цифрой это большой выбор, большой шаг вперед, потому что мы выбирали будущего нашего города. Начальник отдела телерадиовещания Николай Силков через депутатскую гонку прошел уже дважды и оба раза избирался в облсовет. Историку по образованию приходится вникать во все сферы жизни горожан, ведь люди всегда рассчитывают на помощь народного избранника. У нас есть горячая линия, на которую обращается огромное количество граждан. И это дает возможность общения, скажем так, не только с теми гражданами, которые живут на твоем районе. Законодательная власть пополнилась, как говорят в народе, и молодыми кадрами. Ирина Передня больше известна в городе как Богомолова. Ее статьи на протяжении 8 лет каждый мог прочесть в газете «Бобруйское житё». Сегодня Акула-пера и молодая мама трудятся на канале «Бобруйск-360». Совсем недавно примерила на себя роль диктора. Признается, перед каждым прямым эфиром волнуется, как в первый раз. Это огромная ответственность, потому что за 15-минутными новостями стоит труд целой большой команды. Очень хочется не подвести, не перечеркнуть работу коллег, которые на протяжении дня собирали эти новости. Проба себя в роли депутата очередная ступень развития и новые перспективы. На пользу не только себе. Ведь зачастую именно к журналистам обращаются за помощью. Прессе открываются порой закрытые для остальных двери. Отработав журналистом уже почти 10 лет, я поняла, что в принципе работа, функции и обязанности у корреспондентов, у журналистов и у депутатов схожи. У нас одна общая задача. Мы должны помогать людям. Теперь бывшим кандидатам, а уже и депутатам можно выдохнуть, но ненадолго, ведь перед народными избранниками стоит много задач. Горожане ждут решительных действий от законодательной власти, в которую поверили и выбрали, и воплощения в жизнь тех обещаний, которые звучали во время агитации. Елена Кутузова, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Павел Зуев, Щеглов. Итоги. Трагедия с иранским самолетом. Трамп выдаст оружие учителям, а финская таможня затеяла распродажу конфискованных биткоинов. Далее обзор самых заметных мировых новостей. Дональд Трамп предлагает вооружить учителей для самообороны. Столь радикальный выход из ситуации глава Белого дома предложил на встрече с преподавателями и учениками школы Паркленда, где недавно в результате стрельбы погибли 17 человек. Правда, Трамп тут же добавил пользоваться оружием разрешат только тем педагогам, у кого есть военный опыт или прошел специальную подготовку. Американский лидер уверен, в первую очередь это станет средством устрашения, ведь в подобных свободных зонах нападения происходят из-за того, что преступники понимают, ответный огонь по ним не откроют. В Иране разбился пассажирский самолет. Воздушное судно АТР-72 принадлежало авиакомпании «Эйсман Эйрландс». 18 февраля лайнер выполнял рейс из Тегерана в город Ясуч. Связь с экипажем была потеряна примерно через 20 минут после взлета, а через 50 минут самолет пропал с радаров. Воздушное судно врезалось в хребет Дэна. На борту находились 60 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли. По предварительной версии, авиакатастрофа произошла из-за плохих погодных условий. В авиакомпании отметили, самолетом управляли опытные летчики. Так, один из них финская таможня продаст на аукционе виртуальную валюту. Сейчас в распоряжении ведомства 2000 биткоинов на общую стоимость примерно 18 миллионов евро. Как рассказал глава казначейства, интернет-деньги хранятся в так называемом холодном кошельке на отключенном от сети компьютере. Интернет-валюта оказалась у таможни в рамках расследования о контрабанде наркотиков. Это было два года назад. За это время курс биткоина вырос с 600 до 11 тысяч долларов. В то же время финские власти заявили, они не будут продавать биткоины по заниженной цене, государство не собирается спекулировать и ждать, когда курс поднимется как можно выше. Золотые кольца. Торжественная церемония закрытия зимних олимпийских игр прошла сегодня в Хюнчхане. Наша сборная везет домой аж три медали. Страна на Олимпиаде 2018 в медальном зачете опередила тех, кто обычно, так сказать, забирает все награды. Закрепиться в верхней части таблицы зачета позволила победа наших биатлонисток в женской эстафетной гонке. Девушки сделали казалось бы невозможное. На последних секундах буквально вырвали золото у шведок. В активе сборной напомню три высоких награды. Недели ранее на высшую ступеньку пьедестала поднялась фристайлистка Анна Гуськова. Дарья Домрачева взяла серебро Мастарта. Ну а такими итоги уходящих семи дней увидели наши корреспонденты и я, Вадим Щеглов. Прощаюсь с вами ровно на неделю. Увидимся уже в следующее воскресенье, чтобы снова поговорить о самом главном. Счастливо!